Станция отправления Шиджач-Жуан, прибытие Минск. Первый грузовой состав из этого промышленного округа товары для белорусских заказчиков. 33 контейнера с оборудованием, станками и промышленными товарами. До открытия нового железнодорожного маршрута товары в Беларуси и Западную Европу из этой части Китая доставлялись морем. К маршруту на новом шелковом пути присматриваются компанией из Европы и китайского региона. Известен уже и примерный интервал движения. Ожидается в месяц отправление трех-четырех поездов с данной провинции. Основные товары, которые будут идти, это товары промышленного назначения. И наш терминал Калядича является международным контейнером-хабом, из которого грузы отправляются как страны СНГ, Западной Европы, страны Балтии и страны СНГ. Торговля с Китаем – дорога с двусторонним движением. На всем протяжении пути покупают и белорусские товары. На восток идут контейнеры со стройматериалами. В специальных – белорусские сыры и йогурты. Есть интерес к мясу. Сегодня же в путь отправился первый холодильный контейнер с полуфабрикатами из говядины. На белорусском предприятии освоили китайские стандарты. От нас это уже второй контейнер, который будет отправляться. Тоннаж контейнера – 20 тонн. Мы надеемся на то, что это будет долгосрочная перспектива по сотрудничеству с КНР. Мы изучили китайские стандарты и немножко перестроили свое производство. Примерная сумма контрактов на этот год – 20 миллионов долларов. Китайские партнеры заинтересованы в инвестициях и в животноводство. На китайском рынке есть недостаток говядины. В прошлом году было импортировано около 600 тысяч тонн. Везем со всего мира. Нам нравится, что говядина у вас экологически чистая. Китайский бизнес ценит не только качество, но и считает деньги. Чем быстрее оборот капитала, тем быстрее развитие компании. По железной дороге товары из Китая в Беларусь попадают за две недели. Это в четыре раза быстрее, чем морской путь. Есть и экономическая составляющая. Ровно в 10 раз дешевле, чем авиационным транспортом. Уже 12 провинций сотрудничают с Белорусской железной дорогой по вопросам перевозки грузов из Китая в Европу, из Европы в Китай, в том числе и в Республику Беларусь. Созданы Белорусской железной дорогой нашими партнерами все возможные условия для развития бизнеса двух стран. Сегодня нет проблем для перемещения белорусских товаров в 12 провинций Китайской Народной Республики, равно как и нет проблем по перемещению товаров из Китайской Народной Республики в Республику Беларусь. Контейнерные перевозки – самое перспективное логистическое направление. Если 7 лет назад по маршруту Китай-Евросоюз-Китай перевозили 2000 контейнеров, то в прошлом 250 тысяч. Прогноз на этот – 320 тысяч. То есть включение Беларуси в глобальный проект нового шелкового пути дал рост почти в 150 раз. Объемы перевозок на этот год – 4000 составов. То есть как минимум 10 в день таких поездов, которые прибыл сегодня. Алексей Кряквин, Марина Тимофеева, Вадим Карпович. Наши новости ОНТ.